Что можно сказать о нашей книге, которую мы читали, пророка Езекииля? Вот вы прочитали. Какие впечатления с нами? Это совершенно непонятная книга, да? Это очень эзотерично там описано. Очень много эзотерики и струбно. Больше не употребляйте такого слова, хорошо? Не надо, да? Хорошо, что просто очень много фактического. Оно ругательное слово в православной богословской лексике. Да. Хорошо. Эзотерика имеет отношение к оккультизму. Оккультизм и эзотерика – это слова-синонимы, просто на двух разных языках. На латыни и на кристалле. Не могу очень скрыть на вас здесь. Совершенно верно. На то он и пророк. На то он и пророк. Да. Еще такой книги у нас не было. Еще такой книги не было, действительно. Тяжелая книга, действительно. И тяжелая книга. Тяжелая книга. Но тяжелая книга, а с другой стороны, очень большая интрига в этой книге. Все. Второе – это слово «Бог спросил». «Бог спросил», «Бог спросил». «Бог спросил». Ну хорошо. Хорошо. Так, давайте. Во-первых, определимся. Когда происходили откровения, не сказать, когда были открыты откровения для пророка Езекииля, он жил в Вавилоне. Первое поселение было. Совершенно верно. Первое было, когда переселение в Вавилоне на мир, в Вавилон евреев, он был уведен вместе с царем и Ихонией. И там осеняли эти его пророчества, связанные в основном и с судьбой Иерусалима, я имею в виду окончательного падения от Вавилона. И кроме исторического пророчества от Иерусалима, было также пророчество с использованием такой лексики, как Иерусалим, так «гог-могог», помните? Да, да. Хотя, конечно, эти слова «гог-могог» мы будем еще встречать, но они совершенно непонятны. Толкователи, как можно сказать, сложную головоломку пытаются понять в происхождении слов, но все это очень неудовлетворительно. Ну ладно, давайте все будем более подробно. Значит так, первая глава. Четвертый стих. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера в великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Мы первую главу будем достаточно подробно разбирать, потому что она очень сложная, правда ли, понимаете? Хотя вот Григорий Великий говорил о первой главе сороковой и до сорок восьмой включительно, «При объяснении их идешь как в потемках, ощупью». Это очень сложный глава. Сплошная мистика. Блаженный Иероним сказал, лучше здесь ничего не говорить, чем сказать мало. Ну вот такие мнения на этот счет у святых толкователей. Хотя, конечно, есть и толкование, есть объяснение все-таки. И, в частности, у Ефрема Сирина. «Бурный ветер шел от севера». Вообще, здесь символический язык. Но я хочу напомнить вам, что такое символический язык. Используются определенные слова, используемые в быту. «Ветер». Мы же используем в быту, правда ведь? «Бурный ветер шел от севера». Но здесь они являются некими терминами. Особенно это понятно на примере греческого языка. Вот у них, у греков, используются слова в быту до сих пор, которые мы используем в качестве термина, понимаете? Да, терминология. А для них это обычные слова. Вот как возьмем церковное слово «евхаристия». Они используют слово «просто евхаристия». «Благодарение» имеется в виду. Ну и так далее, и так далее. Очень много слов. Вот в данном случае, в символических текстах, ветер, он всегда указывает на некое преддверие того, что в скорости будет явление Бога. «Ветер» — это колебание воздуха. То есть природа приходит в состояние какой-то дрожи, страха, некого переживания. Ветер — это волнение природы. Это первый символ. Второй — облако великое. Здесь подчеркнуто «великое облако» — это значит, что это не простое облако, а великое, какое-то еще как бы более, может быть, насыщенное облако. По своей густоте, скорее всего, потому что отцы именно так объясняют. Это символ того, что присутствие Божие, оно в этот момент есть, но оно покрыто густым облаком. Человек не может проникнуть за завесу этого густого облака. То есть он может воспринять только какую-то часть откровения. Он не все может воспринять. В данном случае идет речь именно об обычном огне. Но, конечно, этот огонь появился вследствие того, что Бог должен обнаружить свое присутствие. И я это подчеркиваю, почему? Потому что мы далее увидим, что будет на фоне этого огня еще как бы огонь, свет. Потому что здесь говорится «об клубящемся огне», вокруг него. А сквозь огонь тоже невозможно смотреть. Через него мы не можем прозреть что-то. «А из средины его, как бы свет пламени, из средины огня». Вот вдумайтесь вы эти слова, не пройдите, так сказать, мимо. «А из средины его», это пятый стих, «как бы свет пламени, из средины огня». Это очень глубокий символ. Этот огонь, он сильный огонь. Мы не можем смотреть на него много. Он опаляет, он ослепляет, тем более клубящийся, то есть очень такой интенсивный огонь, как из доменной печи, возможно, или что-то такое. И вот из среды этого огня, свет пламени. Но это тоже еще не конец. Такой насыщенной символики мы не встречали раньше. И из средины его видно было подобие четырех животных. То есть из средины этого света, пламени. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица. И у каждого из них четыре крыла. А ноги их ноги прямые. И ступни ног их, как ступня ноги у тельца. Животные. Некоторые могут подумать, что это какие-то небесные животные. Нет, животные в данном случае, слово «животное» — это то, о чем мы говорили. Жизни от слова «живать», «питаться». И все тварные существа, начиная от ангелов и заканчивая вирусом, все существа в этом мире питаются. У них нет жизни внутри себя, как в Боге. Бог самодостаточен. Он не нуждается в какой-то внешней подпитке. А все тварные существа нуждаются в подпитке. Вот если сравнить ангела с человеком, нам понятно, как мы питаемся. А вот ангел, как мы питаемся? Ну, здесь, я думаю, самое удачное, наверное, самое удачное сравнение будет, возьмем цветы. Каким образом они питаются? Они питаются светом, да? И не только светом, но светом тоже. И происходит фотосинтез. Это понимаете? Ангелы, они тоже впитывают божественный свет. Почему ангелов называют, как святые отцы? Вторыми светами. Они не имеют своего света по существу. Они только могут отражать свет, который падает на них, который пронизывает их. Они могут, как бы, приносить пригорши, свет к человеку. Они сами пронизаны этим светом. И человек был пронизан светом. Помните, что обнаружили полубоги, получеловеки, Адам и Ева, когда они захотели стать богами по существу после грехопадения. То есть, они вот поддались искушению дьявольскому. Вы станете, как боги. Они и так были, как боги. У них была возможность, как Господь сказал, вы боги истец. Но не в том смысле, что мы по существу, как боги. А именно, по благодати. Мы получаем божественную благодать. И внутри нас кипит божественный огонь. И когда они грехов напали, то первое, что они обнаружили, что они голые. Это не значит, что у них была одежда. Одежды у них не было. Одежду первую дал им Господь. Помните, после грехопадения. Они были пронизаны этим светом. И они не нуждались в том, чтобы прикрывать свои наготу. И вот в данном случае эти тварные существа называются животными. Потому что тоже питаются эти существа. Они не могут жить без пищи. Они выходят из пламени. Они сами являются пламенем. Сами являются огнем. Но вот самое важное, для чего все эти события происходят, они происходят на фоне огня. Этого огня. Земного огня. Для чего? Для того, чтобы в нашем сознании была разница, что есть этот огонь, а есть и небесный огонь, божественный огонь. И вот облик их был, как у человека. Но не совсем. И у каждого четыре лица. В чем же облик был человеческий? В том, что они были существами вертикальными, скажем так. Вот человек — это вертикальные существа. На прямых ногах. На прямых ногах. То есть животные, они горизонтальные существа, скажем так, да? Это очень важная деталь. Почему? Дальше. Да-да-да-да. Секундочку. И у каждого четыре лица. Но для нас это совсем непонятно. Четыре лица. Что это? На самом деле четыре лица? Знаете, нельзя с этой мыслью согласиться, что у ангелов четыре лица. Ахирувима. Что-что? Ахирувима. Так идет речь именно о хирувимах здесь. И у них четыре лица. Что-что? И четыре крыла. Там еще и руки. Есть и руки. Мы дойдем и до крыльев, и до рук. Так получается, четыре лица. В 10 главе, если здесь нам повествуется о том, что четыре лица. Вот у одного хирувима были лица какие? Человеческие. У другого хирувима были лица льва, орла и тельца. Да? Ну, то, что мы видим в качестве символов евангелистов, четырех евангелий. Да? Ну, вот в 10 главе идет речь об этих же хирувимах. Но там у одного хирувима одно лицо человеческое, другое львиное, третье орлиное и четвертое тельца. Да все же такие. На самом деле, какие лица у хирувимов? И вот ответ на такую сложную задачу, загадку. очень часто это любимое слово Иезекииля, он говорит о подобии, подобное. О том, что это подобное только. Что значит подобие? А подобие это очень и очень много значит. Вот я возьму, к примеру, живого человека, обычного живого человека. И возьму его фотографии. Как вы думаете, разница есть? Это не просто разница. Это сущностная разница. Фотография – это одно, а человек живой – это другое. Значит, фотография, она только может передавать какие-то характеристики. Но человек, не сводится, его существо, вернее сказать, человеческое, не сводится к образу, который изображен на фотографии. Правда ведь? Человек больше, чем его образ на фотографии. Или на чем-либо другом. Даже если он снят на видеопленку, и там он движется, динамичный образ. Не статичный, а динамичный. Так вот, идет речь о подобии. Что же видит пророк языки? Он видит то, что он может видеть. Он не может видеть больше, чем может видеть человек. Он не может видеть хирургима в своей, неискупленной, неочищенной от греха плоти. Внутри человека болезнь. Эта болезнь называется одебелением. Дебелость человеческого существа. Потому что мы часто говорим, умом понимаю, а вот сердце, вот, а воля. И мы постоянно говорим о такой сущностной, антологической шизофрении человеческого бытия. О том, что мы не можем воедино связать себя. Мы постоянно разваливаемся на какие-то части, какие-то куски. И когда смотрел пророк на этих ангелов, хирургимов, то он видит вначале четыре лица одинаковые. Потом он видит у одного существа четыре лица, но разные. Значит, идет речь о том, что, прежде всего, это язык, опять-таки, тех же символов, символов, о которых мы говорили с вами. То есть, эти лица должны что-то передать из жизни, вернее, рассказать из жизни хирургимов. Человеческое лицо, о чем может рассказать из жизни хирургимов? О том, что это разумное существо. Потому что человек — это, прежде всего, хомо сапиенс. Вот что, разумное существо. Со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что с этим существом можно вступать в диалог, в общение. А львиное лицо. Это здесь мы называем это лицом. Но на языке биологии мы не можем лицом назвать, мы говорим, это морда. Можем ли мы перенести это подобие к подлинной жизни хирургимов? Конечно же, нет. Это только некое подобие. Вот что лев, прежде всего, о чем он говорит человеку? Именно о силе. Лев. Когда нужно понять, что эти символы, они даны человеку, прежде всего, на языке человеческого понимания, на языке человеческого разума. Восприятие. Восприятие человека. Если человек соприкасается с львиной мордой, то кроме страха и памперсов у него ничего не вызывает соприкосновения с львом. Дополнительную только порцию подгузников. Сила. Лев. А вот орел, о чем он говорит? Он говорит... Можете даже, можете даже включить, но, понимаете, когда человек смотрит на орла, он вряд ли, понимаете, приходит к такому выводу, ну, надо же, сколько он долго живет, понимаете? О чем мы прежде всего, понимаете? О чем он нам говорит? О том, что он парит в воздухе. О высоте его полета. О том, что, понимаете, у него зрение прекрасное. Самое высокое птице. Самое, самое... Это действительно царь среди царства птиц. Пожалуйста. Можете ставить запятые и сколько угодно, там еще перечислять его свойства, которых человек знает из такого, знаете, живого соприкосновения с этой птицей. И дальше телец. Это только понятно для евреев. Вот для нас это просто мух. Ни о чем не говорит телец. Ну, конечно, он может сказать о том, что он дает хорошее молоко. Мускульная сила. Мускульная сила. Но кто сейчас знает из современных людей о его, так сказать, мускульной силе? Мы только знаем о том, что, значит, корова дает молоко. Но вот для еврея телец – это прежде всего жертвенное животное. И вот херувимы, пламенеющие огнем, славословие Бога, они всегда себя приносили как будто в жертву. Не в том смысле, как приносит человек. Он в жертву приносит, он отдает свою жизнь, и он умирает, разлучается с телом. Это мученичество. А здесь постоянное умирание. Каким же образом это умирание происходит для ангелов? Нам нужно вспомнить падение Деницы. Деница был совершеннейшим Елвимом. И это совершенство, оно не было предельным. Оно постоянно развивалось, это совершенство. Каким образом? Он постоянно, каждым своим шагом совершал некий риск. Потому что для того, чтобы пойти за Богом, для этого нужно... Помните, как говорит нам Господь, если ты хочешь за мной идти, то что сделай? Отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной. Это значит, что если я иду за Бога, я отказываюсь от прежнего. Я сегодня приводил эти слова апостола Павла, что мы должны простираться вперед, забывая заднее «я». То есть мы не должны жалеть, вот, или не сказать, жалеть там, и жалеть тоже. Но кроме жалеть о каких-то наработках, достижениях своей жизни, мы также и должны доверяться Богу. Движение вперед, это всегда я рискую, я рискую как будто что-то потерять, потому что я иду в неизвестность. И единственное, что меня утешает при этом, это то, что Бог не подведет. Потому что Бог – творец и спаситель человека. И вот Деница, он не захотел делать этот шаг вперед. Он не захотел идти в неизвестность к Богу. Он как нарцисс легендарный, самообратился. Он посмотрел на свою красоту, а он действительно был прекрасен. Не случайно его назвали Люцифер. Утренняя звезда Деница. Просто на разных языках. Это потом он стал сатана, дьявол. А вначале он был Люцифер, Деница. И он обратил на себя внимание и подумал. Я тоже хочу быть как Бог. И вот этот самообман, который он воспринял, он же знал, что это очень легко обмануться именно на этой лжи. И потом, когда он уже пал, что он предложил для человека? То же самое. Он предложил ему, вы можете стать как Боги. Бог от вас скрыл это. Он знает, если вы вкусите от этого древа, вы будете богами. И Ева обольстилась. Да, конечно, стать богиней, вернуться к Адаму этому несчастному мужу. Вот. Уже богиней, в превосходстве она именно этого и захотела. Но что она увидела свою наготу в результате? Дальше. Что дальше происходит? Когда Херувим приносит себя в жертву, это значит, он приносит все свое, каждое мгновение своей жизни. А нужно помнить, что мгновения, они измеряются настоящими. А что такое настоящее? Настоящее, это какая-то четверть секунды. Секунды. Это какая-то просто вот что-то, понимаете, вот искорка. Это вот настоящее. Он каждую секунду, каждую четверть секунды, он приносит себя в жертву. Все свои совершенства, которые он накопил за тысячи лет. Денис этого не смог сделать. Он не смог отказаться от того совершенства, которым обладал. Но, опять-таки, во имя большего совершенства. Будьте совершенны, говорит Господь, как Отец ваш совершенен есть. Отец совершенен бесконечно и безграничен. То есть мы видим четыре черты ангельского существа. но эти лица они нам не полностью раскрывают сущность Херувима. Потому что у него есть крылья. Этими крыльями он не только летает, а он и закрывает двумя. Четырьмя он летает из четырех крыльев, а двумя закрывает себя. Закрывает для себя самого? Или, может быть, перед Богом он закрывает себя от Бога? Нет, от человека. Это значит, что человек не может все равно проникнуть в сущность ангельской природы. Частично что-то открыто, а какая-то часть его сущности сокрыта. Если сущность Бога вообще сокрыта от человека, то есть человек не может знать сущности Бога. Это только в троечном бытии сущность открывается. Отца, Сына и Святого Духа. А для человека сущность Божества сокрыта. Ничего ангельскую природу мы частично знаем. И у каждого четыре лица кажущие крыла. А ноги их ноги прямые. О чем говорят эти ноги? Прямые ноги. Это значит, что они без суставов. Для чего нам нужны суставы? Для того, чтобы ходить, бегать, прыгать, садиться, ложиться и так далее. А нужно ли этим ангельским существам хрупкость суставов? она не нужна. Но не потому, что у них опять-таки эти ноги прямые, а здесь опять-таки образы и символы, что им нет нужды затрачивать какие-то силы, приседать, так сказать, и так далее, делать то, что мы делаем, как люди. Далее. И ступни ноги, как ступня ноги у дельца. Почему такая ступня? А потому, что если мы возьмем символ человеческой ноги, то она будет очень неудачной для того, чтобы передать жизни ангела. Почему? А потому, что стопа ангела, она обращена в одну сторону, человека, в одну сторону. Это значит, если мы идем вперед, мы не можем идти в зад или в сторону. А круглое о чем говорит? О том, что он может одновременно идти во все четыре стороны, что и увидел пророки языки. А нам не понятно. Понимаете? Поэтому я говорю о том, что здесь мы должны понять, что мы сталкиваемся не с зоопарком, понимаете, ангельским, небесным, а мы сталкиваемся прежде всего с символическими образами, которые передают только своими подобиями сущность бытия ангельской жизни. «Их ступни ноги и ступни ноги и ступни ноги у тельца и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и руки черепы на четырех сторонах». Что это такое вообще? Вот вдумайтесь только, что здесь сказано. По четыре руки же. Нет две руки, но по четырех сторонах. Это возможно в природе вообще такое? Да не может такого быть. Это значит, что действия, которые совершают ангелы, во-первых, руки указывают на что? На действия. О том, что они могут совершать какие-то действия, какие-то деятельные такие вот процессы, что-то переносить и так далее. Помните, как они переносили из Игиля в Иерусалим? Помните, да? Что-что-что? Совершенно верно. То есть это руки. И под крыльями на четырех сторонах их. Сейчас я объясню это. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех крыльях соприкасались одно к другому. Это говорит о том, вот если мы соприкасаемся друг с другом, то понимаете, мы превращаемся просто в какую-то вот такую толпу, которая друг друга уже сбивает с ног. Или даже если птица начинает соприкасаться крыльями, они начинают падать. А здесь говорит о том, что они настолько являются личностями, и в то же время их соприкосновение не является друг на друга чем-то таким вот разрушающим, ущербным. То есть они соприкасаются крыльями. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждые по направлению лица своего. Вот именно вот это загадочное место объяснит нам почему две руки, но они как бы в четырех сторонах. Вот хорошо, вся проблема в том, что когда идет речь о чем-то таком, то мы используем прежде всего свой человеческий опыт для объяснения, правда ведь? это естественно. Но ангелы потому и ангелы. Вот если мы просим ангела-хранителя помощи, если бы он просто был агентом из бюро добрых услуг, понятное дело, что он не смог бы сделать всего того, что он может делать, причем в любых обстоятельствах. ангел, он понимаете, вот здесь как бы вам сейчас вот так вот образно нарисовать одну такую интересную картинку. Это пусть будет вот так. Наша земля круглая. Вот если мы говорим о том, что Василий Иванович на Северном полюсе, это значит, что он не может быть одновременно на Южном полюсе. Правда ведь? А вот ангел, представьте себе, для него нет никаких границ, ограничивающих его движение, то есть земля. Вот он может проникать вглубь земли, он может оттуда как бы из глубины земли, если так образно говорить, он может из глубины земли, из ядра земли видеть одновременно все. Для него не существует препятствий для его зрения, для его слуха, для его движения. И поэтому его молниеносное реагирование на просьбы, если это архистратиг Михаил, если бы он не был архистратигом Михаилом, а опять-таки, понимаете, как я уже сказал, агентом из добрых услуг, то что получилось бы, если Катерина Трофимовна его зовет в молитве своей. И в это время его зовут, понимаете, там, скажем, еще где-то две сотни людей. И дело неотложное везде. Вот что делать бедному архистратигу Михаилу? Вот как ему помочь? И чтобы не обидеть, потому что Катерина не будет потом обращаться, если он не поможет сразу. Вы понимаете? в том-то и дело, что он совершенно по-другому помогает. Он может одновременно, вот понимаете, вот эти четыре, четыре лица и движение, понимаете, он может двигаться одновременно. То есть мы, опять-таки, должны убрать сразу же вот эти пространственные всякие ограничения, которые мы налагаем, когда пытаемся понять какое-то существо, мы сразу мыслим этими категориями, техмерностей, пространства, четырехмерности пространства. И чувств простая потеряется. Что-что-что? И чувств простая потеряется тоже. Совершенно верно. А здесь нужно понять, что это, понимаете, если у нас, если мы что-то, так сказать, осязаем, понимаете, то это не значит, что мы одновременно можем и слышать этот предмет. А ангелы могут и слышать этот предмет, видеть его, как музыку могут видеть, они могут ее прикасаться к музыке. Почему? Потому что все то, что окружает нас, оно грубое, оно вещественное. Для ангела, простите. Но для нас оно как будто неосезаемое. Музыка, она неосезаемая. С точки зрения наших, так сказать, конечностей. что это то, что мы потеряли. Что, что, что? Это то, что мы потеряли. Потому что ангелы, нет, люди, они были такие же, как и ангелы. И телесность не была препятствием. Они общались с ангелами. Они на равных общались. Они были гражданами одного государства. Для них были одинаковые законы, но просто у человека было немножко больше обязанностей, чему ангелы. Потому что ему еще был дан этот мир. И дана была креативная способность творить человеку, чего не имеет ангел. Он не творит. Он не может творить, а человек может. А он что, только поможет имать? Что, что? Он только поможет при кричении данной человеку. В данном случае мы ангела переводим как вестника. Он вестник. Он вещает. Он вещает Божью волю человеку. Там существует определенная иерархия. Вы помните девичиного ангелеса? То есть она тоже преломляется это постепенно. Как вот свет белый. Это разве отсутствие каких-то цветов? Нет. Это не отсутствие цветов. Вот понимаете, и ангельские силы, они, понимаете, они тоже как будто вот эта Божья благодать, она преломляется через личности. Для чего она преломляется через личности? Почему не бывает такого прямого откровения? Все очень просто. Представьте себе, если не будет переводчика с китайского языка, что мы поймем? Мы только поймем, что он китайец, и все, и не больше. Так вот, переводчик, он переводит на понятный для нас язык, на адаптированный для нас язык, на котором говорим мы, на русский язык. И вот ангелы, они ближе всего к человеку, а Херувимы и Серафимы дальше всего, но они зато ближе к Богу. И то, что кипит в их жизни, оно непонятно даже для ангелов, но им передают те, которые выше, архангелов. То есть то, что знают самые высшие иерархии, того не знают те, которые ниже. Не потому, что, понимаете, какая-то эзотерика сразу может возникнуть, значит, образ масонской пирамиды. То, что знают наверху, на самой острее пирамиды, то не знают внизу. Но те, которые вверху, знают все то, что делается внизу. Нет. Здесь идет речь просто не о том, что вот кто-то, понимаете, не стал счастливчиком и не попал в самые высокие эшелоны пирамиды, а потому, что есть просто возможности. Помните, одному тварному существу человеку дал один талант, другому дал два таланта, третьему четыре таланта. Но самое удивительное при всем этом, что не нужно опять-таки сказать, ну вы знаете, вот они несчастные, бедные, что у них все-таки они ущербные, у них все-таки один талант, а вот у тех четыре таланта. Больше не надо, это одно, но самое удивительное, помните, я приводил как-то замечательный такой образ, когда преподобный Калиник был в раю, и ему Господь открыл блаженство праведников, и он увидел, что некоторые из этих праведников с закрытыми глазами, с завязанными глазами, и он спрашивает ангела-хранителя, который сопровождал его, скажи, а почему у них закрыты глаза? То есть как в раю может быть закрытость глаз? Он говорит, у них закрыты глаза, но они об этом не знают, то есть они не чувствуют себя ущербными при этом, то есть они так же равно наслаждаются теми благами, которые они получают от Бога. Никто при своем положении, при своих возможностях не будет чувствовать никогда себе ущербный, он будет столько радоваться жизни, сколько он может вместить себя. А если некоторые скажут, ну давайте тогда коммунисты проповедовали равенство, братство и так далее. Нет, ну во-первых, давайте тогда, ну если все должно быть равным, одинаковым, ну давайте мы тогда, сейчас просто нужно задать себе вопрос, а под что мы должны быть равными? Ну давайте, вот китайцам нравится такая система, вот они говорят, ты какое дерево там, к примеру, или значит ты какое там животное, сейчас они живут во время коровы, розовой по-моему, понимаете, вот такая модель, вот им нравится, потом скорпион какой-нибудь будет, потом еще какая-то змея, дракон и так далее, и так далее, но если это такое замечательное животное, ну давайте тогда будем уравняем, так сказать, себя с этим животным, и что ж тогда будет? Все будут дракончики с одинаковыми возможностями, дело не в том, что кто-то имеет меньше и от этого он ущербнее, нет, ущербность в том, что я не реализовываю те способности, которые я получил, потому что те таланты, которые я получил, я не могу их два таланта, то значит, что у меня завтра будет возможность что сделать, если я буду идти в сторону Бога, я еще получу два, это значит, что у меня есть предел, нет предела, я могу совершенствовать совершенствовать, значит, я могу получить то, что имел кто-то раньше меня, но как хорошо, когда есть первопроходцы, правда, я имею в виду, а если нет первопроходцев, человечество всегда прославляет пионеров, всегда говорят, вот, они первопроходцы в каком-то вопросе, так вот, равенства быть не может, это иллюзия, которую внушают людям, которые не задумываются над этим лозунгом, и братство не может быть поголовного, потому что братство может быть только в чем-то, и любви не может быть, когда мне навязывают братство с тем, с кем просто не может быть у меня ничего общего, это просто насилие происходит над личностью, я выбираю с кем мне быть с братом, с кем я могу быть счастлив, вот, если всем нравится, понимаете, жить в год козла какого-нибудь, то, простите, мне это очень не нравится, и я не хочу, когда я должен жить в братстве с теми людьми, которые поклоняются козлу, или червеку дождеволку. Так, дальше. Они не оборачивались во время шествия своего, а шли каждые по направлению лица своего, подобие лиц их, лицо человека, и лицо льва справа на 9, дальше, у каждого два крыла, сотрезанного двума, два крыла, так, 12, и шли они каждый в ту сторону, которые перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались, это тоже очень интересный момент, куда дух хотел его идти. Вот когда воскрес Господь, то его воскресшая плоть не было препятствием ему для того, чтобы перемещаться в пространстве, обременяя себя трудом ходьбы, или открывание двери, скажем, помните, дверем затворенным, он появился там, потом в Галилее и так далее. Божественное естество есть. Да, потому что божественное естество, понятно, но в данном случае открываются новые возможности у человеческой стороны, которую взял, принял в свою личность благочеловек. Тело, оно не становится препятствием для того, чтобы проходить сквозь стекли. Но и Адам таким был. И Адам таким был, конечно, но Христос более совершенен. Потому что Адам только имел потенциальные возможности, а Христос реализовал эти потенциальные возможности. То есть, если Адам их не раскрыл, они были в нем в эмбриональном состоянии, то Христос их реализовал. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Вот здесь, казалось бы, достаточно было употребить слово углей, зачем здесь еще лампады? А лампады о чем они нам говорят? Лампады говорят о храме. И они используются в храме. Они горят во славу Божию. Так вот, и они эти угли, горящие угли, но как лампады, потому что они горят во славу Божию. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. Ну вот, интересная тоже деталь, молния. Вот, казалось бы, тут уже все образы огня, значит, перечислены, то еще молния, это еще не последний образ огня. Молния. Вот самый таинственный огонь, самый потрясающий огонь, потому что он, во-первых, когда молния сверкает, человек приходит в страх, он приходит в ужас. Казалось бы, ну мы же уже много раз видели за свою жизнь молнию, но мне кажется, что чем больше человек ее видит, тем больше он ее боится в каком-то смысле, потому что человек стареет и понимает многие вещи по-другому. Если молодой человек, он порой над многими вещами еще не задумывается, над ценностью жизни и так далее, молния. Именно в преображении, вне напрасния преображения Господнего в стихире говорится, что сокровенную молнию нося в себе под сущностью своей телесности. Сокровенную молнию. Молния это то, что это огонь, который появляется вспышкой. Он очень загадочный, он очень таинственный, он непостижимый огонь, он всегда вселяет трепет и ужас. Огонь ходил между животными сияние, от огня и молния сходила, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. То есть вот такими образами передается нам движение. Батюшка, можно представить по-людски, что они стоили как по кругу, каждый своем направлении, как по кругу, вот это вот. Вы знаете, я думаю, что это слишком будет, понимаете, упрощенно сказать, если по кругу. Понимаете, потому что, сейчас я скажу, почему. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу, перед четырьмя лицами их, вид колес, и устроение их как вид топоза, и подобие у всех четырех одно. и по виду их, и по устроениям казалось, их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия они оборачивались, а ободья их высокие, страшные были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз, и когда шли животные, шли колеса подлини, и когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли, те шли, и они, и когда те стояли, стояли они, когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого вверху над головами их, А под сводом простирались крылья, их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сакфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида через его, и выше от вида через его, и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга? И на облаках во время дождя такой вид имело это сияние кругом. Сейчас попытаемся разобрать. Появляются еще очень удивительные персонажи, колеса. Но эти колеса, они персонализированы. Что характерно для личности, это прежде всего глаза. Они были исполнены, ободья, эти колес были исполнены глазами. Можете себе представить на мгновение колесо, значит, множеством глаз. Это можно просто с ума сойти от такого зрения. Если оно движется, это колесо, это еще в большие смятения приводит. Потому что эти глаза, они не могли двигаться за колесом, за движением колеса. Они оставались постоянно и могли смотреть и видеть. То есть глаз, мы, они не спускали эти буквально глаза, а с нас свой взгляд. Это ужасно, что видел. Почему начало премудрости страх Господень? Почему не может быть религиозности без страха Божия? Страх Божий. Вот это то, что должно быть в начале всякой религиозности. Почему на английском, немецком языке, в частности, Бог, Год, Год. Этимология этих слов такова, что это существо, перед которым падали в священном трепете и ужасе ниц. Бог, прежде всего, в человеке вызывал трепет. Это мы видим только ангельские силы, и они приводят нас в смятение. А Бог, какое Он мог вызвать в человеке чувства, кроме страха? Апостол Петр, когда ощутил рядом с собой Бога, именно в своем Учителе Иисусе Христе, он сказал, выйди от меня, ибо я человек грешен есть. Потому что он сам не мог выйти, он бы утонул, если бы шел с лодки. Ты, Господи, выйди от меня. Я человек грешен, я не могу. Чтобы ты был, так сказать, чтобы я присутствовал рядом с тобой. Так вот, эти колеса. Причем эти колеса, они колесо в колесе. Некоторые толкователи говорят, что это внутреннее колесо было перпендикулярным тому колесу, о котором идет речь. Почему? Потому что эти колеса тоже двигались точно так же, как двигались ангелы. То есть, это какой-то шар, какой-то шар, а не колесо. Но в то же время он воспринимал это как колесо, хотя по сути своей это был скорее шар, чем колесо. Он мог катиться в разные стороны, двигаться. Затем, вот это внутреннее колесо, или оно перпендикулярное, или оно параллельное, не имеет значения в данном случае. Потому что, опять-таки, идет речь об образах, символах. Но та мечта века просвещения, перпету мобиле, то есть, мечта о вечном двигателе, мобилен и мобилен, то есть, движимое в движимом, это как раз вот то колесо. Только возможно движение умного, как вечного двигателя. Вне, а ума, не может быть вечного движения. Не может двигаться вечно мотор. Ему всегда нужно заливать какую-то пищу. То есть, а это всегда момент остановки, момент заправки. И только вот эти колеса, это вот вечные двигатели. Они вечно движутся. Потому что движение – это жизнь. В отличие, помните, от слова «смерть». Смерть – это от слова «смердеть», «смерзать», «смеркать». То есть, потухать, застывать, вот, и так далее. То есть, вот эти «смердеть», «смерзать», «смеркать», «смерч», что-то связано с разрушением. То есть, смерч – это разрушение, «смердеть» – это застой, «смерзание» – это остывание, то есть, значит, нет движения, теплоты, вот, и «смеркание», «потемнение». То есть, все вот эти слова, они указывают на именно, так сказать, смерть, как что-то вот такое вот, с такими вот характеристиками. Так вот, мы видим здесь движение, колесо в колесе, глаза. Потом движение, куда желает. Значит, движение, причем в разные, как бы, стороны. Они не ограничены нашим пространством. Затем, они очень синхронно движутся, эти колеса, они синхронно движутся из херувимами. Помните, куда херувим, туда и колесо. Это самая удивительная вещь. Вы знаете, почему это удивительно? Это просто, это какой-то, это сразу же открывается смысл того, что сказал Дионисий Арибагид. В чем суть жизни ангельской? И он отвечает, он не мог больше ничего сказать. В танце. Это небесный танец, который совершают ангельские силы. Какой танец? В чем это танец? Это просто пляска? Хоровод? Нет, это другой танец. Это танец, вернее, это жизнь, жизнь ангельских сил, как танец, как гармония, как отчеканенность каждого действия, каждого шага. То есть это не просто движение, это красота движения. Это такая гармония, от которой дух захватывает. Это не просто движение, это музыка движения. Это пение движения. И вот эти умные силы, которые называются образно колесами, они не являются некими повозками для херувимов, потому что херувимы не нуждаются в том, чтобы кто-то их вез. А, видимо, потому что эти колеса, они по иерархии стоят ниже. А если они по иерархии стоят ниже, значит, они могут устремляться только за теми существами, которые выше. Есть ведущие, а есть ведомые. Но эти ведомые не ограничены возможностями ума. Просто есть более, большие возможности ума, которые есть у херувимов, у серафимов. Ничего нет у этих колес, которые, видимо, называются престолами. Это очень сложно. Настолько это сложно объяснить, потому что существуют, конечно, учения, небесные иерархии, но многие вещи, они настолько таинственны, что мы не можем. Это же, понимаете, не то, что человека взял, анатомировал, и ты понимаешь, где у него печень. Понятное дело, что она на своем месте, а не там, значит, где находится сердце. А вот ангельские силы, их просто так не анатомируешь. Нам только что-то известно из откровения о них. Они движутся. Они все и, соответственно, и ангелы, они тоже в каком-то движении. Все настолько гармонично, что нет противостояния, нет борьбы. Есть только одно движение. Вся вселенная, ангельская вселенная, движется в такой удивительной гармонии, что это называется танцем. И эти все, этот весь танец, он настолько прекрасен, что святые, которые попадали, в частности апостол Павел, когда он был восхищен до третьего неба, он не знал. В теле он, вне тела. Что происходило вообще с ним, он не мог этого объяснить. Он только говорит, что я слышал незамеченные глаголы. Конечно, мы вспомним. Значит, замечательно есть, поскольку вся догматичность нашей церкви, она старается, ее церковь старает передать именно в богослужение, выплеснуть богослужение. В богослужение нашей церкви. И вот есть такая удивительная литургическая деталь в Греции, в византийской традиции. Она называется хорос. Хорос – это не паникодила. Вот паникодила, вы знаете, паникодила в грани. Вот. А есть еще хорос. Вот хорос – это такое колесо. Колесо вокруг паникодила. Вот паникодила, оно по центру висит, а вокруг него висит огромное колесо, на котором свечи. Вот мы только что говорили о колесе, да, с вами? Вот, о колесах. Интересная деталь. Вот этот хорос, знаете, есть такое понятное для вас слово – хореография. Вы знаете, о чем эта наука? О танце. О танце. Хореография – я танцую. Хорос – танец в переводе. И хорос – это вот эта деталь литургическая. И когда бывают праздничные дни, когда мы понимаем, что мы не можем выразить себя и того всего, что происходит в этот момент в ангельском мире, мы начинаем в этот момент, праздничный момент, начинаем раскачивать хорос. Этот хорос, это большое паникодило, круглое колесо, оно начинает качаться, оно начинает танцевать. Оно танцует. На Пасху в Иерусалиме даже хоругви танцуют. Вот берут хоругви, и они вот так вот делают. Вот несут, и вот так делают движение. То есть они танцуют. А кто изображен на хоругвях? И Спаситель, и Матерь Божия, и Святые. И никто не считает, что это плохо. Движение мы не можем передать. Что-то мы должны передать какую-то эмоциональную красоту через движение. Невозможно все через слово передать. А мы это мало понимаем. Мы это мало понимаем. И вот когда мы начинаем это понимать, то как-то по-особенному начинает загораться наше сердце. Или когда в особые моменты есть у греков такая деталь, которая у нас тоже была, называется Айнене или Теререм. Айнене и Теререм это вообще ничего не значат. То есть оно не имеет перевода. Это просто Айнене. Это вы знаете, вот на Западной Украине говорят, Йоу, вот, понимаете. Вот и когда апостол, значит, Петр, вот когда на него сошел Святой Дух, это момент Пятидесятницы, он кроме Айнене, он ничего не мог сказать. Это просто была эмоциональная перенасыщенность. Это просто чувство, которое вырвалось из него. Момент священности. Или греки еще Теререм, это просто Теререм. Вот что Теререм? Ну Теререм, оно и для нас понятно, что это Теререм. Это что-то, понимаете, как вот просто Теререм? Да, вот траля-ля где-то, да, действительно. И вот это траля-ля они могут распевать в течение полутора часа. И вот это тот момент происходит, когда свершается всеночное бдение, ночное бдение. И это между, обычно попадает где-то между часом, вот, и час-два, вот, с часу до двух ночи. Когда мы уже понимаем, что мы не до конца можем, уже спать хочется, и вот тогда начинают петь Эй-не-не-деререм. Ну как поют? Понимаете, что ты понимаешь, что сердце твое бдит, а умом ты на это время погружаешься, чтобы отдохнуть. Это действительно, почему оно называется, вот это песнопение, оно называется Кратос. Кратос от слова держать. То есть, это для того, чтобы человек не выпал из богослужения, что пока он в немощи такой, он не может дальше, как бы, молиться, но как бы и просто, вот, пойти лечь спать, тоже как бы нельзя. И вот он на это время может погрузиться, отключиться сознанием. И вот ТРРМ, оно все равно передает настроение богослужения. Танец для языка. Танец для языка. Совершенно верно. Действительно. Понимаете, насколько прекрасно, вот, православное богослужение, особенно это здорово все отражено на Афоне. Это, конечно, это, ну, это, конечно, мы, когда будем изучать литургические традиции нашей царкви, мы будем об этом говорить. Вот. Ну, а сейчас мы вернемся опять на странице Езекииля. Так вот, эти колеса, они вот в едином каком-то, понимаете, вот движении. Это, наверное, можно передать, знаете, как вот, может быть, вот море, и вот в море рыбы разные, большие и маленькие, и вот когда какое-то движение, течение, они как-то вот покоряются этому движению. Вот все большие и маленькие. И вот что-то происходит, но если там происходит это несознательно, то здесь происходит сознательно. Это умные силы. Они все прекрасно понимают, что с ними происходит. Это гармония ума. Это настолько удивительно и прекрасно. Но это причастность появления Бога. Что, что, что? Вот это все появления Бога. Конечно, потому что только в 22-м стихе мы начинаем читать над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла. А кристалл, это, понимаете, удивительная вещь. Это, во-первых, красивая вещь, да, кристалл? Мы смотрим, она, она, значит, является вот какой-то, вот, понимаете, вот, она передает какую-то красоту. И вот это застывший камень, это застывшая вода камня. Вот мы, с одной стороны, видим как будто прозрачность, да, но в то же время свободно смотреть сквозь этот камень мы не можем. Правда ведь? И что же происходит здесь? Подобие свода, как изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. То есть, все вот эти ангельские силы, они были под сводами, как под сводом храма. А что же было над этим сводом? Крылья, а у каждого, и у каждого два, и когда они шли, и когда они шли, вышел шум крылья, нет, нет, секундочку, и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда пускали крылья свои. Голос со свода, то есть, сверху. А над сводом, который над головами их, было подобие престола. То есть, получается, что между самыми совершенными творениями, херувимами, есть некий свод, который как будто прозрачен, но в то же время не прозрачен. И вот над этими, над этим кристаллическим сводом было подобие престола. По виду, как бы из камня, а над подобием престола было, как бы, подобие человека. Видите, подобие, подобие. Человека верху на нем. И видел я, как бы, опять, как бы, вот подобие, как бы, все, но он не может по-другому говорить. Пылающий металл, как бы вид огня, опять, внутри него, вокруг. Пылающий металл, металл пылающий, как бы вид огня, внутри него, вокруг, от вида чрез, то есть, понимаете, постоянно какие-то, он говорит о каких-то огнях, то есть, он понимает, что чем дальше в глубину огня, какие-то другие огни появляются, еще более яркие. От вида чрезла его и выше от вида чрезла его. И ниже я видел, как бы, некий огонь. То есть, чем, как бы, ниже огонь, то, как бы, он становился более, приобретал, как бы, цвет радуги. То есть, понимаете, самый яркий свет мы не воспринимаем, а вот, вот такой вот, цветной свет. То есть, ниже цветной свет. Во время дождя, такое видимо, если они кругом, вокруг этого подобия человека. То есть, Сын Божий, очевидно, что это Сын Божий, но не воплощенный Сын Божий. Но здесь пророчество о том, что подобие, как бы, человека. Вот самое удивительное, что здесь не говорится о том, чтобы вот, какие-то характеристики дать, потому что, если бы характеристики, видите, для Архангела он мог дать четыре лица, ноги, а здесь он только видит подобие человека. Больше ничего не может сказать. И оно настолько яркое. И оно воспринимается только через этот кристалл, через этот свод кристаллический. Понятно, да? Я не буду больше углубляться. Понятно, да, мысль? О том, что между тварными божественными границы, даже между самыми совершенными. Вот это как раз... Так, дальше. Начало второй главы. Так, начало второй главы. 17.23. Время нормально. Так, дальше. Призвание пророка. Нет, вот Батюшка говорит, такое было видение подобия славы Господней. Да, 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 да. То есть, мы видим, что это все подобие, понимаете, видение славы Господней. Ну, понятно, да, пока мы не будем уже останавливаться, потому что я думаю, что я и так достаточно объяснил именно вот эту главу. Яко же мужа. Дальше. Призвание пророка. Вторая глава. Он... Все это, так сказать, обращается к нему. Такое было видение подобия славы Господней. Увидя это, я пал на лице Своей, слышал глаз, было больше, пал на лице Своей, обратите внимание. Помните то, о чем мы говорили? Страх Божий. Стань на ноги Твои. Стань. То есть, Господь призывает говорить к диалогу. То есть, а понимаете, встать, это значит вот оказаться на каком-то равном положении. Вот как Христос поднял, помните, апостола Петра, когда они пали на горе Преображения. Он поднял их, потому что они увидели это сияние, они упали, не могли смотреть. То есть, спасителям нужно было вернуть тот же образ, то есть, перестать сиять для апостолов, чтобы говорить. Он Сын Человеческий. Кстати, он будет постоянно обращаться, Господь, Сын Человеческий, к нему. Слушай, что я буду говорить тебе, а не будь упрям, как этот мятежный дом. Открою статвы и съешь, что я дам тебе. И написано было на свитке, плач и стон. Но что самое удивительное, я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Хотя было по содержанию плач и стон, но по вкусовым качествам каждое Слово Божие сладко, как мед. Понимаете? Вот хотя мы печалимся о грехах своих, да, но вот эта печаль о грехе, если она исполнена надеждой, начинка там надежды на Бога, то это печаль и слезы, они только являются чем-то сладким, и утешительными, и упоительными. А когда печаль без покаяния, без надежды, то что собой представляет эта печаль? Она убивает человека. И говори им моими словами, то есть Израилю, мятежному дому. Так, они, конечно, не захотят тебя слушать. Здесь говорят, ну какие, а кого из пророков хотели слушать? Пока мы не встречали таких пророков. Исайя, вот, ну Исайя более-менее не слушали. Ну и то. Предание говорит нам, что Исайя не так слушали, что в конце они решили распилить его деревянной пилой на две части. Писание об этом не говорит, но предание об этом говорит. Так уж понравились слова пророка Исайи. А пророка Еремию, помните, куда они бросали? В ямы, значит, там, где была грязь, вот, для того, чтобы он гнил там, в голоде и в холоде, и в сырости. Так. Так, что же нам остановить? Так. Сейчас, секундочку. Наверное, знаете, я что еще? Попытаюсь объяснить последние главы, а потом будете задавать вопрос, потому что время, оказалось, что мы полтора часа уже. Так, сейчас давайте мы остановимся на 40-й главе. Нет, 40-й, по 48-й, это самые сложные просто главы, самые сложные. 40-ая, да? Да. Здесь идет речь о видении нового царства Божия. Там устройство нового храма, устройство, вот помните, да, все это? Баскет, он священно дал новый храм. Что что? Баскет, он священно дал новый храм. Так, вот сейчас я пытаюсь объяснить этот момент. Это очень сложный момент. Почему? Потому что на самом деле тот проект, который предлагался этим небесным незнакомцам, который водил его, помните, как бы виртуальные модели этого храма. Помните, он водил его и измерял сам этот небесный пришелец, ангел. Помните, тростью измерял. А он только смотрел и запоминал все. Я имею в виду пророки языки. И этого храма не было построено. Он не был построен. Мы знаем, была Скиния, переносной храм. После Скиния, в середине X века Дорождества Христова, Соломоном, это 900, по-моему, там где-то 67-й год, был построен храм Соломонов, так называемый храм. Он был самый прекрасный храм. Вернее сказать, прекрасный храм в сравнении с тем храмом, который был построен после Вавилонского пленения. Это в 530-м каком-то седьмом году. 520-м году. Ну, неважно. Тоже вот в начале VI века, в начале VI века, Зарава Вейлем был построен второй храм. И за 19 лет до Рождества Христова Иродом Великим была предпринята реконструкция, реставрация, капитальнейшая реставрация. Он хотел завладеть умами и сердцами евреев. Сам он был, как нам известно, эдомлинин. Он не был евреем. Он был потомком Исава. И он хотел угодить, он делал все для этого. Он очень был таким успешным строителем. Он очень много построил. Но об этом будем, конечно, позже говорить. Очень много сделал в плане градостроительства для евреев. И вот эта реконструкция, капитальная же реконструкция храма, тоже сделала храм прекрасным с точки зрения именно совершенных архитектурных форм этого храма. Все. То есть, дважды, два храма было, и второй раз была реставрация. Это запомните как бы навсегда. То есть, третий храм, если он будет отстроен, то, к сожалению, это будет штаб-квартира антихриста. Он не будет храмом. Там сядет антихрист, как Бог, выдавая себя за Бога. Значит, храм, который видел в видении пророки Иезекиэль, это не проект архитектурный, это идея. Вот это самое главное понять. Это идея. Вы понимаете одну такую интересную вещь? Есть храм. Вот храм. Сидим мы в этом храме. Это стены. Это все то, что в этом храме. Именно этот храм мы можем описать на языке архитектурных форм, да? Но если мы опишем на языке архитектурных форм полностью, сделаем капитальную, скажем так, инвентаризацию этого храма, то можно сказать, что к этому храм только сводите. Храм больше того, что представляет собой именно архитектурное строение. Храм гораздо больше. Так вот, есть идея храма и есть его материальное воплощение. Так вот, пророку Иезекиэлю Господь открывает идею храма. И Он эту идею открывает в контексте всего Божьего народа. Вот в последней главе, конечно, было бы хорошо, если бы у нас была доска, можно было бы рисовать. Но предлагается, значит, Иерусалимский храм. Как Он в Иерусалиме, вот в сегодняшнем Иерусалиме, или в том Иерусалиме древнем? Понятно, вот Он, Иерусалимский храм, и вокруг него, в смысле, Он находится внутри города, Иерусалимский храм, да? А вот этот храм, о котором говорит Господь про Иезекиэлю, это будет храм не внутри города, а он будет в двух километрах от, как бы предполагается, по этим, значит, точным цифрам, которые дается. Потому что, помните, там же измерение. В центре храм, затем по сторонам, на расстоянии двух километров, находятся земли князя, не царя князя, потому что с царем у нас не совсем все хорошее связано было. Но это тоже отдельная тема. Значит, называется уже князем, илуменом на греческом языке. И таким словом передает это слово в церковнославянский язык, потому что он был с греческого языка, этот перевод совершен. Потом, вокруг храма живут только служители храма, левиты. Раньше, помните, где жили левиты? Они были разбросаны среди всего израильского и иудейского народа. Они, как бы, были душой и совестью, помните, жили в виске. Они должны были учить евреев, вере. А потом идут колено, и все имеют равные земельные возможности. Они идут полосками. На север и юг, праздник. На север и юг, вот полоски, вот здесь один народ же, другой, и так далее. И не по жребию были определены эти земли, как это было тогда, во времена судей. А по закону, по правде, не по случайности. Хотя некоторые говорят, вот жребий, это вот является неким таким божьим средством. Нет, это не божьи средства, нельзя жребий выдавать, нельзя превращать церковь в оракул какой-то. А то и сейчас некоторые люди предлагают. А вы знаете, нужно было патриарха по жребию избирать. Это все глупости, понимаете? У нас были избрания патриарха по жребию, и в основном эти избрания, за исключением патриарха, наверное, Тихона, они были неудачными. Ну, это я не буду сейчас просто говорить, это очень такая тема, как бы многогранная, требует многого объяснения. Мы как-нибудь поговорим. Значит так, дальше. То есть он предлагает идеальную модель устроения церкви внутри народа Божия и соотношения одного колена с другим коленом. Поэтому не воспринимайте. Это как пророчество о каком-то времени, которое должно состояться. Нет, это просто идеальная форма, которая должна вызывать определенные положительные отношения между коленами, между людьми в этом народе Божьем. Причем там, обратите внимание, если кто-то принял иудейский, иудейство из чужестранцев, то что? Они имели право на землю. И на следствие. Здесь, да. И здесь уже речь идет, понимаете, о каком-то таком вот зачаточном понимании устроения церкви. Потому что в церкви-то не было иудея только, обрезанного. Значит, а там были все равны. Нет во Христе, эллин, иудеи обрезаны, не обрезаны, все во Христе едино. Здесь тоже говорится, самое главное, прежде всего, что делает нас едиными, это вера. Мы братья не просто так, а братья во Христе. Поэтому мы говорили, что... Вот замечательный экзюперий эту мысль выразил, что он сказал, нельзя быть братьями просто так. Братьями можно быть только в чем-то. Дальше. Этот храм по своим внутренним устройствам тоже имеет некоторые особенности. Если нам четко есть описание внутреннего устроения храма относительно того, что сужаются стены вверх, ну как вот построенный храм, да, вот купольные. Купол – это сужение, да, вот внутреннего пространства, сужение вверх. А в этом храме идет речь о наоборот, о расширении. Вы обратили внимание на эту деталь? А значит, это себе даже сложно представить такую архитектуру. Вы можете представить на мгновение. Ты зайдешь и сразу просто, понимаете, закружится голова, ты просто упадешь. Если он будет расширяться вверх. Это страшно, это какой-то, это идея. Почему? Это идея открытости человечества Богу. Здесь храм в этой схеме устройства народа напоминает живого человека. И сердце – это храм. Оно должно быть открыто Богу. Потом, в этом самом сердце есть свои там желудочки сердечные. Помните, там святищее, святая святых. А вот святая святых – это вообще такая часть храма, которая, вот я сейчас такой момент попытаюсь объяснить немножко многосложно. Если мы посмотрим в Священное Писание Ветхого Завета, я имею в виду закон Священного Писания Ветхого Завета, закон, то он абсолютно лишен всякой мистичности. Это только пророки возвещали мистичность, да? Вот Иезекииль, Тамисай, я помню, я о своих видениях рассказывал. Но народ принимал их или нет? Пророк, он их отвергал. А закон – это схема, которая по апостолу Павлу обнаруживает грех человека. Она говорит, вот за эту границу нельзя выходить, живи в этих границах, делай так-то, не делай того-то. То есть были положительные и отрицательные заповеди. Нормативы жизни. Но еврейский народ жил постоянно в окружении мистики, но именно вот этой эзотерической, оккультной мистики. Помните, как он постоянно уходил в дебри этой мистики, ложной, черной мистики? Он впадал в идолопоклонство, всевозможные астрологии, оккультизм разных форм, гадания. Чем только не занимался. Сколько раз нужно было говорить пророку, что не занимайся тем-то, тем-то там ни гаданием, ни шептанием и прочее. И вот единственное место, где мог ветхозаветный еврей говорить о мистике, это все то, что было за этой дверцей, которая вела святая святых. Святая святых от святилища отделялась глухой стеной. Более того, святая святых, она была выше святилища, точно так же, как храм, но только еще более, так сказать, высоко. То есть, это была не одна плоскость, на которой стоял святилище и святая святых. И вела лестница к этой двери, в которую один раз в год мог входить только один человек. В Израиле? Нет, не в Израиле, во всем мире. Один человек. И знали из закона о том, что Господь открывался через Ковчег, вы помните, пространство между крыльями и Увимов. Это было пространство, где Бог разговаривал с первосвященником. Вот эта мистика, то, что было известно, что Бог ввел диалог с первосвященником. Что Он говорил ему? Конечно, не все было известно для народа, и поэтому все это опытывалось какими-то тайнами и так далее. И вот этот народ, он жаждал мистики, он жаждал постоянно вот этого ощущения тайны, вот раскрыть тайну. И как только... Это, знаете, замечательно говорит один, по-моему, Симон Солунский. Он говорит, что вот эта перегородка, которая между святилищами святая и святых, это перегородка огненной реки, огненной река. Никто не может пройти через огненную реку и остаться в живых. И только тот может перейти, кто, кому разрешит Бог. Вот как можно пройти и через воду и остаться сухим. Хотя, говоря, знаете, невозможно войти и остаться сухим. А евреи вошли, помните, в Иордан, и остались сухими. Вошли в Красное море и остались сухими. И через огненную реку можно перейти только тогда, когда Бог разрешил. И Он разрешал только один раз в год войти в первосвящение. Это первая сторона интриги. Вторая сторона. Еврейский народ ничего не знал о посмертной жизни, о посмертной участи. О смерти ничего не было известно. Я имею в виду жизни после смерти. Библия Ветхого Завета, какая огромная книга, да? Но ничего не говорится о том. Ничего. Более того, к мертвецам даже прикасаться нельзя было. Вы помните? Ничего. О ствернении происходило. И у Езекииля говорится о том, что выбросите этих мертвецов, труп выбрасывайте, чтобы они не соприкасались с храмами, стенами храма. То есть, еврей был в таком пространстве религии, в сухом пространстве религии. Настолько сухое. То есть, понимаете, что оно было с точки зрения вот какой-то тайной мистики, оно было скучным, это пространство для еврея. А ему хотелось, чтобы вот сейчас и сразу, чтобы какие-то вот, понимаете, чудеса происходили, что происходило постоянно в этих языческих народах. И, конечно, в книге Езекииля сравнивает Господь, народ, помните, с неверной женой. Причем в таких откровенных формах блудницей там называют, с расставленными ногами, значит, с измятыми грудьми женскими и так далее. То есть, там такое, понимаете, так сказать, такие образы применяют, что ты блудница, ты постоянно блудила с камнями, с деревом, бесконечно. И если все возвращались, если мужья не могут вернуться по закону, простите, жены, по закону, блудившие к мужу, то ты же вернулась ко мне, я ты тебя принял. То есть, Господь здесь проявляет именно свою любовь и милосердие. И когда Бог покинул, а вернее сказать, когда Бог изгнан был евреями из своего пространства в ветхозаветной церкви, то во что сразу же превратилась иудейская религиозная община, она превратилась в религию кабалы. Кабалы — это книга мистики, оккультной мистики. Чем только евреи не баловались уже после Христа. Самый страшный, самый омерзительный оккультизм, чернокнижие, оно связано с еврейской кабалой, которую они исповедовали, которой они верили, которой жили. Это еврейская кабала, оккультная, страшно оккультная. Но не сейчас от нее не отказались. Конечно. Так я же говорю, это книга, которая появилась после того, как, помните, Господь, оставляется дом ваш. Потому что вы не познали дня пришествия моего. Я хотел много раз вас собрать, но вы не захотели. Как птица собирает птенцов своих под крылья свои. И только в Новом Завете начинается мистика. Господь начинает открывать о загробной участи. он начинает раскрывать духовную жизнь, как аскезу, как стержание Божественной благодати Святого Духа и так далее. Но мы сейчас только, я так просто говорю об этом, то есть мы не будем останавливаться, потому что это очень объемно все. Но вот именно пророки, это те люди, которые пытались объяснить, что не сводится, не должна сводиться духовная жизнь закона, как понимали этот закон евреи, именно к этому фарисейству, которому жили в основном евреи. Это, помните, самое главное исполнение формальности. И вот в 14-й, в 18-й главе, пророк Езекииль говорит новые вещи, он говорит о том, что нельзя поклоняться прежде всего идолам внутри своего сердца. Он начинает говорить, что вы даже не возводите глаза свои в ту сторону. То есть он говорит об одухотворении закона, об одухотворении вот этих ритуальных процедур, которые совершались по закону в ветхозаветной церкви. И вот представляется в данном случае вот этот идеальный образ как бы идеального храма. Но это опять-таки еще не новозаветный храм. Потому что там все-таки внутри храма нет, но за пределами храма там все-таки еще стоят жертвенники, обозначаются жертвенники. И там даже указаны желоба, по которым должна течь кровь из этих жертвенников. То есть это некая интуиция пророческая относительно того, что что-то должно перейти на новый виток духовной жизни. Но это еще не новозаветная церковь, это еще не царство. Так, ну и последнее, мы должны уже как бы заканчивать, я чувствую, что без десяти. Последняя мысль, которая мне кажется еще вот важна. А, вот что. 44 глава мы читаем, это просто важный момент. «И привел он меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены, и сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилем вышел ими, и они будут затворены, что до князя он, как князь сядет в них, чтобы есть хлеб перед Господом войдет путем притвора этих ворот и тем же путем Иерусалимский храм, он был ориентирован на запад и не на восток, вот наш храм на восток православный, да? А католический костел Иерусалимский храм был ориентирован на запад. Симеон Солунский объясняет это тем, что настолько были евреи падки на всякое идолопоклонство, а самый основной сильный культ в Египте это был культ солнца, рак. А значит вот на греческом языке да, запад, запад, по-моему, да, нет, или восток, не буду точно сейчас сказать, но именно звучит как Ильо Василия, что в переводе царство солнца, они так и сейчас говорят, когда говорят о востоке или о закате, сейчас точно нет, о закате все-таки, о закате, о закате, потому так, так вот, интересная деталь, то есть очень поэтично, да, царство солнца, вот уходит, куда солнце будет, в царство свое, и чтобы они не поклонялись солнцу, которое подымается, восходит, чтобы они ему не поклонялись, чтобы храм не был ориентирован как поклонение солнцу, а значит, а на запад, потому что, чтобы они поклонялись творцу солнца, почему в книге бытия даже солнце не называется солнцем, а как, светилом великим, а луна называлась светилом малым, не дает даже в этой книге Господь имени для этих лампочек небесных, то есть, как бы желает этим дискредитировать, умолить, унасекомить эти светила, которые так велики в глазах язычников, идолопоклонников, поклонников, но вот почему мы на восток имеем храм, а потому что творец солнца воплотился на востоке. И для нас родиной наших убеждений, нашей веры является Иерусалим. Там в этой Иорданской купели произошло наше второе рождение, потому что когда мы погружаемся в воду, крещальные купели, то мы погружаемся в воду Иорданскую вместе со Христом, а это произошло где? На востоке. Оттуда пришло спасение, и поэтому мы поклоняемся Творцу Солнца, воплощенному Творцу Солнца. Поэтому все изменилось. Вы понимаете мысль? Но католики, к сожалению, приняли форму устройства ветхозаветного храма. Но я не закончил мысль. Здесь говорится о том, что войдет Бог восточными дверями. А у нас получается если на восток, то что двери эти секундочку, они сейчас там вот эти двери, алтарная стена. А что здесь говорится об этих восточных дверях? Что пройдет Бог через эти двери, да? И ни один человек, они закрыты, и ни один человек не должен ступить на порог этих дверей. И они действительно открывались только для того, чтобы можно было видеть жертвенник отдельный в святилище. Но проходить через них нельзя, потому что на этот порог, а порог это граница здания всегда, вы понимаете граница? То есть самый лучший образ для того, чтобы передать священность этого места, когда мы идем в храм и ступаем на порог. Почему есть такое даже выражение? Вот значит хотя бы переступил бы через порог. Нельзя передавать через порог. То есть понимаете, войди в мой дом, войди внутрь моего дома. А вот на семитских языках не было вообще глагола иметь. И когда человек говорил о том, что я имею дом, то он говорил приблизительно так, этот дом есть я. Он отождествлял себя с тем, все, что у него есть. есть. Это как бы такая вот, понимаете, все то, что принадлежит мне, оно составляет как бы, так сказать, мою личность. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, то есть мы как бы срастаемся в каком-то смысле. Поэтому сокровища наши должны быть только в Боге. Значит так, получается, эти восточные двери в этом идеализированном храме должны быть всегда закрыты. Но как же должны входить тогда в этот храм? А есть специальные двери, притворные, боковые, рядом. А вот именно центральные нельзя обходить. Нельзя. И вот граница нашего храма с восточной стороны это закрытая стена. Кто-нибудь входит через эти двери в храм? Во-первых, их нет, а во-вторых никто не входит. Но это как сказать не входит? Бог входит. Только Бог. И поэтому на восточной стене всегда изображается Евхаристия. И на восточной стене еще изображает иногда воскресшего Христа. А он под дверью затворенной входит. А Евхаристия это как раз то самое главное, где духовное становится материальным. Бог входит в этот мир через что? Через эти закрытые двери. Входит через Богов воплощение. И поэтому на все богородичные праздники читается эта паримия на церковно-славянском языке. Именно вот эта глава. Потому что Сын Божий Он прошел сквозь девство, девственность своей матери и не нарушил этого девства. Девство она мать и дева одновременно, что невозможно в обычной жизни. Как некоторые говорят из Богу чисто, да, говорят, вот что Христос прошел Богом Девы Марии. Но это опять-таки очень, понимаете, примитивизируется все. Нет. Просто Сын Божий. Он дверь им затворенной может проходить. Не нарушив, понимаете, ему не нужно взламывать дверь для того, чтобы попасть из себя на закрыто внутрь. Точно так же он прошел будучи младенец, потому что он обладал всеми теми качествами от века. Он просто их обнаружил на Фаворской горе и обнаружил их после своего воскресения. Но все это было в вы знаете нельзя, потому что воздух сквозь стенку не пройдет, понимаете? Так не заберет. Да. То есть, понимаете, как вот эти все мысли, которые важны. Так получается, что нельзя храм абстрагировать от жизни, духовной жизни каждой личности христианина. Почему и говорит апостол Павел, вы суть храма Духа Святого. И как сказал о своем храме телесном Христос, вы можете разрушить сей храм, я в три дня его воздвигну, что и произошло. Они думали о храме Соломоновом, о Зарвавеле вернее сказать, но он имел ввиду свой телесный храм. Как помните, Евангелие нам это место комментирует. И вот в данном случае такая удивительная и прекрасная книга пророка Иезекииля. Так что что-то для нас и стало понятно. Так, давайте еще вопросы есть. Так, времени у нас ровно 18 часов. Вопросов нет каких-то касающихся? Если что, давайте еще минут 10, что? Нет дополненной информации. Хорошо, хорошо, то есть нет вопросов, да? Все прикольно. Да. Да. вчера мы попросили о о природе шаргольмонии, что ученые внуки раз занимались разным, да? Не могли вообще что-то такое шаргольмония, потому что папка или что человек загорается в руки, превращается в руки в руки и в руки и в руки и в руки и в руки в руки но одежда на нем зла. То есть природа лучше обыкновен вот вы говорите, что вы поменёте с тобой как-то вы знаете, конечно, мы можем вообще, если что-то мы до конца не можем объяснить в этом я имею в виду физическом мире, то мы тогда пытаемся наполнить каким-то другим смыслом, таинственным смыслом. Но все-таки я считаю, что шаровая молния, вы знаете, я тоже помню, как-то ехал в машине и у нас были молнии, гром и молнии. Мы ехали в машине, все было закрыто, ливень был, по-моему, или не помню, просто закрыто было. И внутри машины взорвалась шаровая молния. Понимаете, все видели, все сидящие внутри машины, никто не пострадал. Но она взорвалась. Откуда она появилась и как она взорвалась? Это вот то, что я тут сам лично. Это какая-то мистика, конечно. Что это такое? Летчики-испытатели тоже говорят военные, что залетает часть шаровой молнии. Поэтому вы знаете, я вот что скажу. Я когда-то вам уже говорил о том, что этот мир, который вокруг нас, он описан на языке науки. Но что такое наука? Наука это область, которая своего последнего слова не сказала и не скажет. И значит, что она всегда открывает для себя что-то новое. И вот что касается материи, ткани этого мира, она живет по принципу определенных законов. То есть в воде человек что? То нет, если он, он не может идти по воде. Но с другой стороны, мы знаем, что может идти, правда ведь? О чем это говорит? Это говорит о том, что то, что известно науке, это известно только одна сторона этой материи. Вот как вот херувимы. Четыре стороны, да? И вот вторая сторона этого физического мира, это та сторона, которая покорна всегда воле Божьей. и послушна. То есть с одной стороны, она течет по своим законам, внутренним законам, своей материальности, а другая сторона, которой прикасается Господь, и если нужно, то вода становится стеной, огни становятся водой, это мы прочитаем в книге Даниила. То есть и где же Бог хочет Бог, побеждается естество чин. Естество чин это законы природы в переводе славянского на русский, побеждается, если хочет Бог. И вот если хочет Бог, от кого-то останутся, понимаете, только одежды, а кому-то сохранит жизнь. Это все, если хочет Бог, то есть все ему покорно, это шаровая молния, видимо, это тот огонь, через который Господь желает человеку что-то сказать. Но человек всегда в ужасе от шаровой молнии, больше, чем от змеи или от льва. Когда появляется шаровая молния внутри помещения, это ужас, человек может мгновенно сгореть. Поэтому здесь я считаю, что прежде всего в таких случаях проявляется другая сторона природных закономерностей, которая покорна Богу и является неким таким пластилином в руках Божьих, когда Господь хочет что-то сказать именно лично для человека. Понимаете? В общем, верно то, что сказал Леонардо Дайон. Каждый ученый в конце своей жизни говорит, я знаю только то, что я ничего не знаю. А все знают только мои оппозиционеры. Так, ну что ж, книга Даниила и я думаю, что может быть книгу Осии. Давайте. Книгу Осии еще. Это в общей сложности где-то 30 глав. что? А знаете что? Мы просто должны будем к концу этого года, я имею ввиду учебного года, до весны, вот, мы должны пройти весь Ветхий Завет. Его немного уже осталось. Все, уже самое сложное прошли. я думаю, что вот сейчас мы пройдем пророческие книги до начала поста, посту мы не будем изучать, вот, службы и так далее, все-таки действительно как бы утомительно, потому что другой ритм. уже после поста мы пройдем, поэтому я вам задание задаю, все нужно будет прочитать до конца Ветхий Завет, я имею ввиду за Великий Пост, а это уже немного, там получаются книги Маковейские и книги Эздор все, понимаете? Там уже немного все, и мы пройдем Ветхий Завет к концу и даст Бог, вот, если дожить с осени, мы начнем новый Завет изучать.